Всем приветики! Меня зовут Анна Кафырина, а вы на моём канале YouTube. И сегодня я хочу поднять такую тему, которая началась для меня в начале сентября и продолжается вот уже третий месяц. Это тема того, как я хожу в юбках. Я решила прокачать свою женственность и прежде всего начать с того, что перейти с брюк и штанов на юбке. Дело в том, что у меня очень высокий ритм жизни. Я постоянно где-то езжу, передвигаюсь пешком на общественном транспорте. Машину я чаще всего не использую просто по той причине, что пешком своим ходом получается быстрее. И не нужно никогда заморачиваться с тем, чтобы её где-то припарковать, оставить. Сейчас уже начала использовать каршеринг, но тем не менее это тоже не всегда удобно. Чаще всего мне удобнее передвигаться своим ходом на автобусе или что-то в этом роде. Поэтому я поняла в какой-то момент, что я хожу только в джинсах, в брюках, во всевозможных штанах. И поняла, что, наверное, это не очень женственно всё-таки. Хотя как стилист я понимаю, что в зависимости от того, как ты оденешься, как ты скомпонуешь свой образ, образ может выглядеть совершенно по-разному. И проведя множество опросов среди мужчин, уже с сентября месяца я этим озаботилась, чтобы не говорить голословно на уровне ощущения, а чтобы как-то подкрепиться своими знаниями и мнением мужчин. Я поняла, что да, мужчины действительно больше воспринимают женщину как женщину, когда она одета в чём-то, у чего есть подол. Будь то юбка, платье, не важно. И даже несмотря на то, что они говорят, что да, и джинсики, и брючки бывают очень секси, но что я заметила, и что показывают опросы и тесты, что мужчины всё-таки более заботливо относятся к девушкам в юбках и платьях. Поэтому, если у вас есть такая же цель, как у многих других девушек, моих клиенток, найти спутника жизни или каким-то образом прокачать свою женственность, сделать себя более мягкой, более нежной, то я рекомендую вам переодеться в юбки и платья. Этому, кстати, учат многие женские тренеры, многие тренеры по прокачке вот этой вот женской энергии и всего такого прочего. Но помимо всего этого, если вернуться в историю, то юбка и платье во многих культурах – это была именно женская одежда. Женщины не носили брюки, они в основном ходили в юбки и платья. Много историй есть про то, что юбка как защита действует на женщин. Кто-то там предлагает практики по поводу ходить без нижнего белья, без нижней части нижнего белья, летом прям без трусов. Я вам что скажу? Я пробовала такую историю, ходила без нижней части нижнего белья. Что делает она? Когда ты без трусиков, у тебя глаза по-другому горят. У тебя получается, появляется такой заговорческий взгляд, потому что ты знаешь, что на тебе нет белья, а прохожие об этом никогда не узнают. При условии, что юбка достаточно длинная и ничего не будет видно при дуновении ветра. И это действительно работает. Это работает на самооценку, это работает на то, как часто с вами знакомятся мужчины. И это именно прокачивает внутреннюю такую уверенность в себе. Но, в общем, вернёмся от всяких таких экспериментов по отсутствию нижнего белья и хождения в юбке в текущую ситуацию. Сегодня расскажу свой опыт, как я отказалась от юбок и брюк. Дело в том, что я никогда не готовлю одежду с вечера, потому что у меня очень такое импульсивное настроение. И даже если я приготовлю, всё поглажу, у меня будет лежать с топочкой одежда на утро, я могу проснуться утром и понять, что нет. Я хочу надеть что-то другое. И чаще всего я залезаю в свой гардероб и беру там какую-то одежду. Поскольку брюки скомпоновать с каким-то верхом гораздо проще, чем что-то придумать с юбкой или с платьем, я чаще всего привыкла надевать как раз-таки брюки. И чтобы вот этого не происходило в моей жизни, потому что я решила сделать себе челлендж на 30 дней и ходить только в юбках и платьях. Я просто вытащила из гардероба все свои брюки и штаны и убрала их подальше на самую дальнюю верхнюю полку, даже не в гардеробном шкафу, а совершенно в другом шкафу, где у меня хранятся зимние горнолыжные и сномбардические вещи. И что я обнаружила? В сентябре это было ещё тепло. Я обнаружила, что у меня осталось всего лишь 9 платьев и юбок одновременно, в которых я могу ходить. Причём некоторые из них были такого, ну скажем так, совсем летнего это был вариант. И я понимала, что не всегда в нём можно ходить осенью, просто потому что и ткань, и фасон, они совершенно летние. И некоторые модели были совершенно не про офис, поскольку я работаю в офисе, нужно всё-таки выглядеть более-менее формально. И на выходе у меня осталось 7 предметов гардероба, юбок и платьев, в которых я могла ходить. Проблемой ещё оказалось то, что не вся обувь, которая была у меня в гардеробе, оптимально подходила под юбки и платья. Если в жаркую погоду я понимала, что я могу ходить в босоножках, то вот когда чуть-чуть похолодало, я поняла, что с туфлями, такими на каблучке женственными достаточно, в то же время подходящими и к офису, и чтобы они были без шпильки, чтобы вот так на каждый день ходить, у меня и нету. И тогда я начала заморачиваться тем, и озаботилась тем, чтобы приобрести себе такую обувь в гардероб, что, собственно, с успехом я сейчас и провернула. И теперь, слава богу, у меня есть что надеть в плане обуви для юбок. И когда наступила осень, для меня это самое благодатное время, потому что в это время можно как раз использовать тот самый метод капусты, метод слоёв, метод многослойности, кто как его называет, и одеваться в своё удовольствие, одевать сапожки, одевать ботильончики. И лично этот сезон у меня прокачан в плане обуви очень сильно, потому что это мой любимый сезон. И под юбки, платья в том числе, у меня много сапожек, много ботильонов, обуви, поэтому проблем нет. И чем хочу с вами ещё поделиться. Если вы хотите начать носить юбки, если у вас такая же проблема, как у меня, или вы просто хотите прокачать свою джентльность, неважно, какие у вас мотивы, но есть проблемы с обувью, начинайте прямо сейчас. Сейчас осень, сейчас достаточно прохладно, и это будет несложно. Вам понадобятся плотные колготки, они, слава богу, не рвутся, потому что вот ещё один момент, который случился у меня, когда было тепло, и нужно было носить уже колготки, и в офис нужно носить колготки всегда, с голыми ногами, неприемлемо ходить в офис, нужны колготки хотя бы 8 дней. Я столкнулась с проблемой, что колготки — это настолько расходный материал, что просто диву даёшься. Я сносила все колготки, которые были у меня в шкафу, которые лежали и хранились там ещё с давнишних-давнишних времён. Некоторые из них годились там для носки два-три раза, некоторые рвались уже по дороге на работу, поэтому я нашла для себя несколько брендов, которые самые живучие, и я их где-нибудь здесь размещу, чтобы вы тоже могли воспользоваться на будущее, сохранить себе шпаргалку, чтобы хоть как-то продлить жизнь своим чулочно-носочным изделием. И да, я доносила и колготки все, и чулки, и обнаружила тот факт, что чулки — это очень удобная деталь женского гардероба, она предназначена не только для свиданий, скажем так, с продолжением, для романтических свиданий. В них ходить удобно. У тебя нет, если ты ходишь тонкой какой-то юбки, без подклада, у тебя ничего не пролегает, на животе ничего вот так вот не перекручивается, и это крайне удобно. Главное — выбрать правильный размер чулок. Я думаю, что я запишу на эту тему отдельное видео, как выбирать чулки так, чтобы не было ненатертостей, никуда они не сползали, какие вообще бывают виды чулок. Ну так вот, чтобы вам ходить сейчас осенью в юбки, вам достаточно купить две пары толстых плотных колготок, где-то от 100 до 180 ден, в зависимости от того, насколько вы мерзлячее, и в зависимости от того, какая за бортом на улице температура. Вот, например, сейчас около 5 градусов тепла, я хожу в колготках 100 д, мне очень комфортно. Но это при условии, что сверху у меня длинное пальто, и, в общем-то, всё закрыто, мне достаточно тепло. Поэтому выбирайте толщину колготок, которые вам комфортны. Плюс вам нужны в тон колготок обувка, это ботильоны, либо сапоги, либо ботфорты, либо ботинки. Чаще всего и наиболее, скажем так, универсальная история, это чёрные ботинки, чёрные колготки, и сверху у вас платье, и какая-то верхняя одежда. И, собственно, всё. И вы можете так начинать ходить в своём платье или юбке. И постепенно, доставая из гардероба какую-то новую юбку, вы можете продумывать образ с нею, и главное продумывать обувь с нею. Потому что это самое сложное. Если брюками мы можем закрыть большую часть обуви, то с юбками это дело не пройдёт. С юбками обувь будет как раз героем, обувь будет на показ. Вот такие мои советы относительно того, как перейти в своём гардеробе с брюк на юбки. Если у вас остались вопросики или если у вас есть какие-то свои лайфхаки по поводу того, как носить юбку максимально комфортно, особенно лайфхаки мне очень интересны или модели колготок, которые используете вы и которые у вас живут дольше всех. Поэтому делитесь ими со мной в комментариях. Или я буду рада видеть вас в своём Инстаграм. Подписывайтесь, пишите в Директ. Ну а с вами была ваш гардеробный доктор Анна Кафырина. Всем хорошего дня. Пока-пока.